Феномен Кис-Кис Считает ли Алина себя Участницей успешной группы В общем, слушай Мне вот очень интересно было Как вот ты для себя Объясняешь успех группы Кис-Кис Там две тёлки клёвые Поют про ёблю Вот и весь успех Во-первых, ты считаешь вообще, что вы там успешная группа? Я считаю так Мы даже не столько что успешные Типа ебать, мы крутые У нас и правда достаточно быстрый взлёт О, она матерится Наденьте на неё хиджаб За год примерно, да, всё произошло? Да, да, ну получается мы запустились в ноябре И уже весной у нас были первые Туры из пяти городов Запустились Минск Ну что-то там ещё Сейчас из этих городов кто-то такой Блин, интересно, оранж для красоты Или это хотя бы эндорсмент? Киев, Харьков Всё, хорош Вот, и именно поэтому Все говорят, что у нас, конечно, есть продюсеры И не может быть просто так Я бы сама так говорила Блин На самом деле, если со стороны бы увидела Но мне кажется, что Наш... Ещё раз, типа, чуваки Некоторым штукам Ну, даже продюсер никакой не нужен Оно работает просто по причине того, что И здесь именно то самое То есть кто ещё Такой, короче, бобичный поп-панк делает у нас Но именно, ну, там, блядь Ты присылаешь мне в личку член Я с тобой трахаюсь Ну вот вся вот эта тема То есть Ну просто никто И поэтому Видимо за счёт вот этого, блядь, со всего Такой отвязный тёлка Кор который, конечно, был миллиард раз уже в Америке еще до моего рождения, в каких-нибудь 95-х и так далее, но, ну, типа, для России это что-то такое новенькое, и вот. Ну, типа, в чем заключается успех группы? Успех, мне кажется, в том, что у нас в коллективе четыре участника и звукорежиссер, и просто все расценивают, как, типа, две девочки, они бы не смогли сделать. Наверное, две девочки, может быть, и не смогли сделать. У нас четыре человека, и каждый в своей сфере, короче, отвечает за какую-то тему. Типа, у нас гитарист по музлу, там, басист, он занимается всем нашим СММ вот этим, вот этой движухой. Типа, он, когда мы запускались, он сделал всю группу, он знает, как, типа, залить треки, какие обложки, там, вот это вот все. То есть я вообще в этом не понимаю. Если бы я, там, выгружала свое музло, я бы, блядь, не знаю, залила бы все на страничку ВКонтакте, я не знала, как это делать. Вот, типа, а у меня на тот момент, когда мы делали группу, у меня уже был развит блог, там, типа, в Инстаграме, было, там, 50 тысяч человек, я специально их набирала, потому что знала, что... Блядь, так тем более, типа, то есть еще было... Ну, короче, были просто уже, это, набиты какие-то... Какой-то социальный капитал изначально. Ну, все, легко, как говорится, можно от этого плясать. Ну, на пустую... Ну, когда у тебя нет аудитории, очень сложно раскачивать прям с нуля. И поэтому, если, типа, блядь, у меня вышел трек, там, поддержали три друга, и это достаточно сложно. Поэтому у нас такая командная работа получилась, и каждый... Короче, кто-то умный, а кто-то красивая телка с кучей подписчиков в Инстаграме. Ну, которая барабанит, не так плохо, надо признать. И каждый человек в группе сработал, и все, в итоге. Ну, и ребята-блогеры тоже, да, поддерживали? Да, ну, да, ну, то есть я была знакома с музыкантами за то, что я, типа, там, девочка за барабанами, и все такие, типа, а, ебать, там, подпишусь. И многие музыканты... А, ну, еще и тем более так тоже. То есть это работало и без группы, а еще и теперь в группе. Ты... Ну, с многими... Ну, еще, типа, я, там, общалась с ребятами, там, с нервами, там, со всей этой движухи, и я, там, сразу, типа, ребята, у меня, там, вышел они, такие, а, ебать, что там, алина, блядь. А, окей. Там какие-то... У меня был кавер один на барабанах. На что? На 21 Pilots. И все, типа, это все, что у меня было. И потом я, типа, моя группа. На бандии барабанах. Да, да. И я такая, типа, ребята, придерживайся. Да, бля, будь я бабищей, я бы так же делал. Жить, они такие, а, блядь, началось. Ну, ладно. И началось, наверное... Типа, ну, если можно на симпах выезжать, то, как бы... С того, что я... То есть виноваты симпы, а не бабища. Я скинула басисту пошлые молли, типа, выложи. Он выложил, у него увидел Кирилл, и написал мне, типа... Кирюша, бледно, не люби меня, Кирюша, бледно, чею ты! Вау, пизда, это, типа, прикол. Да, 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 да. Почему у барабанщицы Кис-Кис чешется пизда? Это все нервы. И он выложил. И потом, типа, понеслась там движуха. Блин, я сейчас как этот, как Соловьев, типа... Ты вонючая, подзалупная плесень. Ну, что он там говорит обычно, Соловьев, типа? Жалкий червяк. Ну, в общем, ладно. А вы долго готовились ко всему этому делу? Сколько вам потребовалось времени, чтобы вот прийти к релизу? Газдеповская шавка. Вы же... Вы собрали группу, начали писать песни, я так понимаю, да? А потом записали, все это дело. Ну, мы просто понимали, что нужно подготовить не так, что, типа, вышел трек, и потом полгода ты нихуя не... Почему у них микрофоны дороже, но звук у меня лучше как будто? Ну, или мне кажется? Или я просто самонадеянный петух? У кого лучше звук, у них или у меня, ребят? Так честно, прям можете меня хуесосить, если у меня хуже. Мне кажется, у меня лучше. Вообще, типа, пишешь еще один трек. У них какой-то глухой. Получается, что... Ну, то есть тоже заебись, но... Когда мы выпускали трек, у нас уже был готов клип, который мы релизили через, там, неделю или, там, сколько-то дней. Вот, поэтому... Чизуха пятнашку, что, ну, ебать, типа... Понимаете, что телки вас доят просто, блядь? А тратить они это все будут на всякую хуйню потом, лютую? Так, подготовка была достаточно такая. Не ведитесь, ребята, смотрите, дрочите на меня, в конце концов. В чем проблема? Сейчас, 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 сейчас. Что вы как неродные? О! Что нужно... То есть у нас не было на проебе там, что, типа, просто там выложил и все. Мы знали, что нужно какую-то фотосессию сделать. Мы пошли там пофоткались. Ну, какая-то система все-таки была. Ну, вот чел-басист, походу, шарит, да? Ты раз ты сказал, что... Ну, слушай, они же у нас, чуваки, такие, типа, не такие молодые, как мы с Соней. И им по тридцатке. У них были за спиной, там, группы, в которых они играли. Нихо я. А может, вам тоже по тридцатке? И примерно там он от этого знал, как вести там группу, что нужны какие-то там фотосессии. Не, а что, может быть, ей можно дать тридцаточку, а, ребят, как думаете? И так далее. Вот, и... А вот мне Макс сказал, как-то... Что, ей 30? Они так давно тоже про это говорили, там, слушали ваши теки тоже. Ну, этой Френдзоне точно 30. Блин, прикинь, я зашел на YouTube, посмотрел, у них там, типа, год назад, грубо говоря, там, 5 клипов подряд. То есть, типа, вы... У вас что-то очень много клипов смотрел. Ну, у нас, получается, это надо зайти посмотреть, сейчас не вспомню. Но у нас первый клип, который вышел, он вообще, типа, мы уже везде говорили, что он снят за 4 тысячи рублей, по-моему. Серьезно? Да, нам говорят, что, типа, да как, да посмотри, какой клип. А что за песня? Страхаюсь. А. Вот, и там клип... Ничего ты там делаешь. Это можно, кстати, вырезать, типа, просто... Ну, монтажные пранки от Пемпа, типа... И что ты там делаешь, трахаюсь? Ну, что-нибудь такое, короче, просто перерезать как-то, приколоться. Так, за 4 тысячи рублей. И что же они там... Нууу, ебать! В принципе, да, там не сказать, что что-то происходит. То есть, просто, да, бабищи флексят. Ну, один хуй. То есть, там какой-то моднявый свет. Там съемка. Ну, хотя это когда было сделано, может быть, тогда бакс не так много стоил. А там нихуя не происходит толком, да? То есть, да, просто... Просто они две и всё в разных местах тусят. В толчке, в клубе где-то. Хуй знает где. Я просто не смотрел клип этот, честно говоря. Ну да, то есть тут ничего такого супердорогого не происходит. Ну, типа, да, наверное, четыре тысячи они отдали просто пацанам с камерами со светом. И всё. Хотя, блядь, ну я не знаю, типа, кто-то должен монтировать это всё, кто-то хуировать. Там просто синхрон в туалете снят. Ну, там где кадры, что я на воображаемых барабанах. Да, 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 я понял. Вот этот туалет в баре в Питерском. Мы просто, типа, там знакомый был бармен. Мы такие, можем, мы зайдём в туалет, просто, типа, снимем. Снимал этот клип вообще чувак. У меня была съёмка для какого-то там белья, не белья, короче, меня позвали. Это какая-то блогерская история. Да, 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 там, типа, знаешь, платят три тысячи рублей, там, или, да, или там два комплекта белья, мне делать нехуй, и я такая, типа, давай. И там чувак, типа, снимал, фоткал. И потом, когда мы такие, надо снять клип, я говорю, у меня есть чувак, который, типа, фоткает. Ну, я, блядь, тогда не знала, что это ни одно и то же, типа, снять клип и пофоткать. Но чё он согласился? Да, но он согласился и... Ну, чё-то гоня его какое-то, типа, он прям слишком хорошо снимает для чувака, который фоткает, блядь. Потом выяснилось, что он, типа, особо, блядь, не... Зачем им наушники? Самим себя слушать. То есть, ну, блядь, а мне зачем наушники? Я сам перед собой вообще сижу. Затем, чтобы... Я сам себя слушаю в наушниках и наслаждаюсь. Выкупал, как это делать, но мы взяли... То есть, мониторить, как звучит, там, далеко слишком от микрофона не отдаляться, ну, и так далее. У него была пыха, лет лампа или как вот это вот, вот, типа, что с пыхой в лоб. И вот он снимал, получается, типа, потом, что там, какие-то кадры. Ну, то есть, если посмотреть клип, там, очевидно, что он стоит очень дёшево. Просто он сделан стильно и как-то, наверное, не знаю, по вайбу зашёл. То есть, там... По хуяйбу он зашёл. Кадры, где мы на футбольном поле, это вообще поле, которое напротив моей школы. То есть, это вот спортивная площадка. Там какие-то ещё, ну, то есть, там, блядь, если посмотреть, то, очевидно, что это просто вот так вот снято. Мы ещё там нахуярились, конечно. Там есть кадр, где я падаю, короче, бегу на поле и падаю. И я, короче, себе выдернула ногой. Там есть фотки, типа, что у меня всё в крови. А я просто в говно, там, типа, наш гитарист перематывает мне палец. Я просто такая, что, давайте доснимем. Но мы готовились к этому клипу, потому что я там ходила, искала локации. Типа, знаешь, прошла... Локейшн-менеджер здесь была. Типа там, о, там стена с граффити. Пиар, свет, монтаж бар. Ну, блядь, типа, ну, чувак, ты недооцениваешь миловидность, короче, да, женскую миловидность. Типа, если ты просто клёвая тёлка, то все, кто захочешь, будут твоими знакомыми. Абсолютно все. Тем более у неё там что-то были уже подписосы в Инстаграме. Ну, то есть, понятно, что подписосы — это следствие того, что... Ну, то есть, оно как бы, как снежный ком. Одно другое наматывает. То есть, нормально. Ну, типа, она снималась в Инстаграме, она же расписала, типа, да понимаю, жопа горит. Ну, блядь, а чё поделать, чувак? Типа... Да, давайте, типа, пойдём туда. Вроде будет нормально. Мы там пошли. А вот этот бюджет на 4 тысячи у нас, короче... У чуваков тоже могут быть знакомые. У меня тоже, ёпта, блядь, не охуеть ли. У меня... Жена, считай, арт-директор клуба. Я вообще бесплатно себе взял и клуб, типа, на 2 часа под клип, типа, захуярил. Бесплатные бабищи, типа, которых я просто на концерте брата поймал. Ну, опять же, вот тебе связи. То есть, всё через кумовство, через хуевство делается и так далее. Бесплатно... Ну, челы, типа, тоже знакомые, там, считай, недорого, но довольно здорово сняли. Ну, тоже, типа, не за 4, но всё же, да. Так что, собственно, такой прикол. 4 тысячи на бухло, закуску. А, это на бухло! Я думала, она чуваку дала за съёмку. Блядь, 4 тысячи они потратят. Они пробухали, блядь. Нихуя-то, конечно, деловая. И там... И на проездной, да, типа? Там, типа, Polaroid был или, ну, какой-то, типа, Instax, да. И вот для того, чтобы карточки... И его самого у нас не было. Это Соня пошла по общаге собирать, типа, нам нужен фотик. Она пошла по общаге, типа, у кого есть... Блин, круто, максимально всё DIY и не респект. Это жёсткий респект. Ну вот, да. Но всё равно, типа, находятся люди, которые... Жёсткий респект. Чё там, типа, блядь, проблемы, нахуй? Нельзя за 4 тысячи снять. Кому вы рассказываете? Вы просто знаете, про что думаете? Это, на самом деле, очень интересный... То есть, блядь, ну, типа, весь феномен в том, что... Бабищи вместо того... То есть у тебя и так уже 50 тысяч в Инстаграме. Ты можешь просто до конца своих дней нихуя не делать. Щёлкать ебалом. И просто быть красивой пиздой. Ну, не до конца своих дней, до старости. Типа, собрать кучу баб. То есть, феномен в том, что они начали делать музло. И это, типа, не каловая рвота, типа, там, бузовая какой-нибудь. Ну, и вот всего такого. А это, типа, довольно пиздодельный поп-панк. И это, конечно, необычно, непривычно. И всё. То есть, там никакие продюсеры не нужны. Просто, блядь, показал это туда-сюда. И дальше это старым добрым вирусным методом спокойно распространится. Сайт — это очень интересная информация, потому что... Мне так кажется. У меня, ну, именно, глядя... Я чуть на более поздних каких-то клипах... Типа, блядь, вложи в меня, дохуя бабла, и чё, и толку, типа. Чё, блядь, как оно отобьётся? А тут, как бы, это... Залетел во всю эту движуху, начал смотреть. Вот, а то, что я увидел позднее, там чувствуется уже более серьёзный, конечно, продакшн. В клипах более поздних. Слушай, ну, тоже, до недавнего времени мы всё исключительно сами делали. То есть, у нас был там, как сказать, ну, режиссёром выступал наш гитарист. То есть, до, ну, например, клипа Tinder, там... Ну, какой там клип? Ну, например, клип Tinder. Мы придумали идею, что, типа... Ну, я звоню гитаристу, говорю, типа, прикольно было бы снять серию, типа, неудачных свиданий. Типа, что додики всякие приходят. Типа, мы развиваем эту тему. Он там прописывает... Ну, типа, он шарит в этом. Он прописывает всё там на раскадровке, вот всю эту хуйню. Ну, там, ищем долбоёбов, короче, на роли. Там, типа, есть у тебя Кент, который, типа, рэпера может отыграть? Да, да. А я сам с собой ещё на клип припёл кучу тупого и смешного реквизита. Я припёр халат легендарный MVPD-шный. Я припёр оранжевую вот эту хуйню, в которой дворники ходят с подсветкой. Ну, типа, чё быстро под руку попалось, то раздало, а остальное, типа... Остальное надо было, наверное, на вторую часть, но я чё-то, блядь... Да похуй, я панк. Я там знакомый? Ну, типа, мы вот так вот работали. Потом, типа... Любители мил. Ну, такое. То есть, смотри, типа, есть, допустим, группа Серебро, им всем хуй знает сколько лет, и они, типа, ну, такое, как бы, норм. С другой стороны, понимаешь, просто... Я не уверен, что у них вообще много именно у Кис-Кис... Ну, я не знаю. Мне кажется, у них всё-таки не 50 на 50, там, допустим, мужская и женская. Я, конечно, не ебу, но мне почему-то всё-таки кажется, что, типа, девчонок должно быть больше каких-то угоревших. Хотя хуй знает, блядь. Давайте сделаем простым способом. Возьмём, ну, проверим. Так, оп. Ну, да, мужчин 100 тысяч, баб 200 тысяч подписчиков. Ну, то есть 60 на 30 где-то. 60, там, 6 на 33. Ну, я думал, там, где-то 70 на 30. Ну, короче, соответственно, как и Серебро, это, видимо, такое больше бабское всё равно приколюхо. Ну, то есть, я думаю, просто уменьшится процент чуваков, или, там, старые дрочеры будут угорать, типа, какие-нибудь. Ну, те же, то есть, либо аудитория вырастет вместе с ними, останется всё равно с ними. Либо появятся новые уже юные, так сказать, мамзели, которые будут уже угорать не как по модному новому говну, а как по неебической какой-то нереальной классике. Ну, то есть, вот, вот раньше-то музыка была, вот Kiss Kiss, да, вот это были группы, вот. А сейчас там и будет реально, типа, какой-нибудь Twin Wave или что-нибудь такое. Такая, то есть, как это в South Park? Блядь. Сейчас. Сейчас, сейчас. Во! Вот такое ему зло будет. Ну, ладно. Сращиваешь какой-то бар. Типа, Kiss Kiss из современного говна весьма нечёток. Прям очень... У кого-то кто-то работает знакомый там в этом баре, кто-то управляющий. Да, я нашёл халат. Я очки не могу найти, жалко. Ну, ладно. Можно мы придём там... Главное, что очки не потерю! Пиш со временем поснимем. Какие-то... Вот были песни, да, блядский цирк. Да ну, типа, блядский цирк, мне кажется. Я надеюсь, что он хоть когда-то 1030 соберёт просмотр. Синхроны. Это там фотостудия тоже, арендуешь её, наклеили мы плакаты сзади. Типа, как будто бы комнаты. Ну, да, да, да. То есть там выглядит, типа, да, прикольно. Как будто бы не сами сняли, но на самом деле, если так покопаться, то... Сейчас все вдохновятся, послушают подкаст. Нет, это круто, слушай. Это очень важно, что ты об этом рассказываешь. И на подкасте люди узнают, что можно действительно просто, знаешь, с нуля. На энтузиазме, имея какое-то вообще видение. Да, это на цене, чем бабки. Вот это желание сделать. Опять же, клип молчи. Клип молчи. Нам нужно было... Получается, чтобы две хаты были в одном доме, чтобы, типа, потом... Одним кадром это сделать. И я просто выложила в историю, типа, ребята, у кого-нибудь есть две хаты в одном подъезде, потому что нам нужно снять. И ребята реально откликнулись, типа, вот, у них на разных этажах. Один там на девятом этаже одна квартира была, а другая на четвертом. Вот, и мы, типа, по стене вот это вот склеили, получилось так. То есть все вот максимально. А там остальные ребята, это актеры были приглашены? То есть там вот на роли родителей кто это был? Да, 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 да. Вот на роли родителей это актеры. Но тоже есть, типа, агентство, которое, типа, нам нужно, чтобы отыграло там молкашку. И они выписывают, и мы, типа, блядь, не знаем, кто придет. Ну, типа, нет же кастинг какого-то менеджера, еще кого-то, кто точно... Что точно знает, что придет нормальный актер. Ну, да, да, да. Это как-то мне рассказал, когда вы тоже там сказали, да, лучше друзей. Ну, да, 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 да. Да, но потом мы уже вот последний, сколько, ну, вот весну и еще последний клип мы уже заебались. Потому что ты приходишь на съемку... Монеточка лучше кис-кис. Да нихуя. Клипы тебе нужно там отыгрывать, ты должен быть в кадре, а тебя ебет какой-то вопрос, типа, не слетит ли локация, которую ты срастил, и ты еще какие-то такие вопросы организационные должен решать. И поэтому, ну, становится уже тяжело, поэтому мы последний. Да, мне кажется, легко выгореть, учитывая объем клипов, количество их, да, то есть... Но все равно есть такая хуйня, что, типа, когда ты делаешь сам, ты полностью уверен, что, ну, тяжело довериться. Вот у нас клип там «Весна», он классный вышел, слава богу, все получилось хорошо. Но все равно у меня перманентное было такое состояние, что, типа, а вдруг хуйня? А там приходит какой-то там костюмер, типа, с луками, и я такая, блядь, я привыкла в своей одежде. Приходит там визажист, блядь, я сама накрашусь, мне не нужно ничего, я, типа, знаю, как должно быть. И тяжело довериться каким-то. Ну, это такая штука современного мира, это же... Ну, это так же, как многие блогеры, там, вот, как я... Ты о ТикТоке заебись, что? Начинал тоже, знаешь, я же тоже все, поначалу все сам привыкаешь еще к этому, когда, особенно, когда вот... Ты заценил, что переделали вообще по сатане нам трек? Я выложил реакцию, сейчас тебе кинул. Вы как коллектив развиваетесь, вот вы придумали свою музыку, у вас появились идеи для клипа, вы его снимаете сами, грубо говоря, там, ну, с помощью каких-то, с минимальной какой-то помощью со стороны. Естественно, когда у тебя все в контроле, когда ты знаешь, что вот здесь у тебя вот такой кадр, он подходит под эту часть песни, вот ты, у тебя уже в голове есть какая-то картинка, и ты просто то, что вы сняли, вы подгоняете по то, что у вас было в голове, а когда появляется вот прослойка, да, из... Перемычка. Да, такая перемычка из посторонних людей, то есть они же тоже, ну, они там профессионалы, зачастую очень классные, у них там тоже может быть свое видение, и вот есть такая идея, вот то, как ты ее донес до них, как они ее восприняли, как они ее переработали, как это все сняли, как это получилось, в итоге как это получилось в монтаже, и здесь вот из-за этой прослойки разрыв, типа того, что получилось от того, что ты ожидал, он становится больше, и поэтому возникает иногда такое ощущение, что, бля, я что-то другое хотел. Чем больше ты делегируешь какие-то свои задачи, тем большая вероятность проеба в конце. И что ты в конце пойдешь, скажешь, блядь, я лучше... Ну, собственно, поэтому я все делал сам, то есть лучше хуево, но, как бы, я старался, чем, ну, типа, полухуево, на самом деле, как мне, по крайней мере, самому кажется, пиздата, все равно не наберет нихуя, чем будет, блядь, что-то, чем я буду не особо доволен. Лучше все переделывать сам, да? Да, я вообще не то имела в виду, но даже, например, я завела свой YouTube-канал, ну, типа, где-то, когда мы начали ездить в туры, ну, где-то год, короче, ему, вот, и поначалу я сама монтировала и понимаю, что у меня не хватает скилла, чтобы все это делать, потом в туре ты заебываешься, ты сидишь, блядь, играешь в концерт, потом, типа, скидываешь материал, потом ты это монтируешь. Серьезно, ты прям вот так делала? Ну, я ехала в автобусе и монтировалась, потому что нет интернета. Я, знаешь, у меня просто... у меня много раз было такое тима, ну, ладно, я вот взял с собой комп, я что-нибудь там поделаю, еще поработаю между концертами, и как только ты отыграл концерт, посидели там со всеми, пообщались, помимо концерта, заметь, такая штука есть, то есть, как бы, ты эмоционально там выдыхаешься во время выступления, перед выступлением все равно присутствует такой некий стресс-фактор. Ну, у нас еще митингриты где-то, типа, приходишь, фоткаешься. И как ты митингриты как переживаешь? Я просто когда с этой штукой познакомился, она же относительно недавно, ну, в России она относительно недавно появилась, ну, сколько там... Мы начали митингритить, ну, сколько, лет 5-6 назад. Ну, да, причем, типа, платные были, знаешь, тебе там какой-то билет. Ну, да, там билеты чуть дороже. Сейчас мы к этому вернемся. Я это говорила к тому, что я в туре это все делала, и потом взяла чувака, который, типа, мне монтирует видосы, но все равно я снимаю одно, и я бы вставила там какие-то, типа, угарные видосы, какие-то вставочки, я знаю, как это должно выглядеть потом, и скидываю ему материал, и получается, заебись, но все равно не то, потому что где-то я бы сделала по-другому. Нету авторского почерка. Да, поэтому... Но все равно, блядь, это заеб, монтировать видосы. Если ты еще едешь в тур, и там у тебя, ну, типа, материалы вот столько, и все это обрабатывать, это пиздец. Это я знаешь, про что вспомнил? Мы когда с тобой гоняли... Мы с Максом, короче, играли зомби в «Обитель зла» в фильме, мы гоняли в ЮАР, ну, вот, было очень весело. И там, знаешь, как собрали группу инфлюенсеров со всего мира, там были ребята из Америки, ребята из куда-то еще, ну, много откуда там, кто-то и прямо из ЮАР, и я. Ну, так вот, и, короче, мы туда приехали, и, знаешь, мы потусовались, типа, снялись, потом пошли, нас отвели на какой-нибудь ужин там тематический, мы пожрали, все, заебись, мы идем с Максом в номер угорать, а чуваки другие идут в номер и сидят, сукомонтируют еще всю ночь. Знаешь, они там говорят, вот, я смонтировал, мне нужно уже завтра выкладывать. А мы приехали, там, какие-то выпуски смонтировал Макс, наверное, мне кажется, там, через два года или через сколько, да? Там же эмбарго было, они просто снимали влоги какие-то параллельно, вот. А там был эмбарго, фильм должен был выйти через год или через полгода после того, как мы тут ели, или через полтора-два года. И то есть у нас куча от снятого материала, который мы не можем выкладывать. И у меня так получается, что, ну, я поездки в хронологии обычно выкладываю, и там идет то, что вот мы едем в Африку, мы с Кириллом, короче, прилетаем в Африку, и я говорю, так, а вот этот день мы пока не можем вставить, потому что у нас еще эмбарго не упало, и мы просто ждали. И спустя, там, где-то, наверное, полгода, с того момента, когда закончились вот эти вот влоги из поездки в Африку, мы выпускали отдельным видосом именно со съемочной площадки. Я к тому, что, типа, это даже не к самому процессу. Я к тому, что люди без того, чтобы наслаждаться этим, потому что, ну, сами съемки жестко выматывают. И потом, как бы, тебе нужно кайфануть и так далее, потому что, тем более, тебе там еще рано утром вставать, они все равно шли и монтировали, прикинь, по полночи сами там. То есть, ну, это жестко, я не знаю. Ну, это, слушай, как приходишь на концерт, и все там, типа, твои друзья приходят, да, угорают, наебениваются, ты такой, блядь, мне сейчас играть. Или наоборот, приходишь к друзьям и такой, типа, а, я сегодня, блядь, нажерусь, блядь. А вы будете играть, а я, да. И вот я реально, я не понимаю, ты сейчас сказал, я даже себя представить в этой ситуации не смогу. Ты после концерта выходишь, ты со всеми общаешься, ты такой весь, знаешь, на эйфории, на какой-то даже. А потом из-за того, что очень много энергии, ты потратил много энергии как на концерт, так и на потом вот это общение после, ты эмоционально как-то выматываешься, и ты просто садишься потом в автобус или в поезд, я не знаю, и едешь, и как-то вообще, ну, нет желания хоть что-то делать. Я прямо, мне кажется, иногда физически какую-то пустоту внутри ощущаю, знаешь, я сажусь, и у меня как будто взгляд весь расфокусирован, я сижу просто думаю, вот. Слушай, ну, это после концертов, это, например, ну, да, после концертов я даже обычно не ем, то есть я, типа, просто еду в отель, и ребята там, типа, все, висеть, дальше играть, и я после концерта обычно просто ложусь спать. Но это если какой-то day off, или ты просыпаешься утром, я, например, если проснусь, я не могу вообще уснуть потом. То есть у нас ребята там, та же самая Соня, она может спать везде, она спит до талого. Я, если просыпаюсь, у нас выезд в 6 утра, я потом сижу в автобусе и еду там эти 6 часов, и не могу уснуть. Как Витёк, ну да. Вот, и я поэтому монтирую. У меня еще есть такая хуйня, что если время проходит, и я ничего не делаю, и вот это вот ощущение... Ебет, да, это было? Ебет очень сильно. А ведь могла бы что-то сделать. Поэтому, типа, сейчас в этом туре я там читала книгу, ну, в первом туре тоже читала книгу, там, типа, монтировала. Но еще это поначалу тура такой максимализм, типа, я в этом туре все, и еще буду там, ну, в этом туре даже я там в зал каждый день ходила. Вот это тоже, как ты, как ты это смотришь? Я смотрю, у тебя в историях, ты такая, просто, знаешь, 10 часов назад вы там что-то сидите бухаете, потом, знаешь... Как-то они, блядь, перетекают так хитро, что хуй просышь. Короче, похуй. Я пожелаю сранчита. Пока хватит.